Отдел голосеменные. Вспомните, по каким признакам можно отличить хвойные растения от лиственных. Как вы думаете, какое значение для распространения голосеменных имеют их шишки? У всех ли хвойных растений зимой имеется хвоя? Каковы функции хвоинок? Почему они являются видоизмененными листьями? Голосеменные растения, в отличие от споровых, маховидных и папоротниковидных, размножаются не спорами, а семенами. Семена у них образуются в шишках и располагаются на поверхности их чешуек, открыто, голо. В связи с этим и возникло название очень большой группы растений, около 700 видов, голосеменные. Типичными представителями голосеменных являются хвойные. Почти все они вечно зелёные, реже листопадные, обычно высокие деревья, иногда кустарники. Ткани у голосеменных растений хорошо развиты. Органы этих растений образуют фотосинтезирующие, покровные, запасающие, механические и проводящие ткани. Древесина состоит из трахеид и содержит смоляные ходы. Побеги большей частью двух типов. Длинные, со спиральным листорасположением и укороченные, с пучками хвоинок или листьев. У большинства растений игольчатые хвоинки жёсткие. У кипарисов видоизменённые листья чешуйчатые. У редкого голосеменного растения, подокарпа, имеются эллиптические листья. Хвоинки покрыты толстым слоем кутикулы. Устица погружена в ткань листа. В листьях хвойных растений вырабатываются фитонциды. От греческого фитон растения, от латинского цида убиваю, которые негативно действуют на болезнетворные бактерии. У голосеменных растений хорошо развиты главные и боковые корни, а придаточные встречаются только у примитивных представителей. В цикле развития голосеменных последовательно происходит смена двух поколений – гаметофита и преобладающего спорофита. У этих растений ничем не защищённые семизачатки с яйцеклетками располагаются на чешуйках женских шишек открыто. К ним ветром переносится пыльца, который созревает в пыльниках мужских шишек. Происходит опыление, начинает расти пыльцевая трубка, по которой мужская половая клетка спермий продвигается к яйцеклетке. Оплодотворение у голосеменных растений происходит без участия капельно-жидкой среды. Эта прогрессивная черта голосеменных позволила им широко расселиться в разных условиях наземно-воздушной среды обитания. Затем чешуйки женских шишек смыкаются и закрепляются смолой. На каждой чешуйке начинают формироваться семена с зародышем. Главным биологическим преимуществом, отличающим голосеменные от споровых растений, является семенной размножение и распространение по суше. Семена с запасом питательных веществ и хорошо сформированными зародышами обеспечивают лучшее возобновление новых молодых голосеменных растений, чем споры мхов и папоротников. Голосеменные растения появились на нашей планете более 350 миллионов лет назад. В это время климат планеты начал становиться более сухим и холодным, неблагоприятным для жизни размножения споровых растений. Семено размножение голосеменных помогало им выживать и распространяться по земле. Массовое расселение голосеменных совпало с процессами горообразования, поднятия материков и иссушения климата. У растений, относящихся к отделу голосеменные, размножение осуществляется семенами и оплодотворение не связано с наличием воды. Ткани более развиты по сравнению с тканями споровых растений. Голосеменные древние растения, прогрессивные изменения в строении и размножении обеспечили им преимущество в борьбе за выживание в условиях меняющегося климата, позволили им широко распространиться по планете. Запомните, голосеменные, семена, семизачаток, яйцеклетка, чешуйки и шишек, спермий, пыльцевая трубка, хвоя, видоизмененные листья.